Он прилетел неожиданно, негаданно, в самый главный праздник мусульман, в самый древний город России и сказал 5000 лет. Мир вам, я Ханжан Курбанов и это моя Дербентская ремарка. Дербентская ремарка Поэтому многие другие, на многих конференциях, международных и советских, на многих симпозиумах это прозвучало и ЮНЕСКО признал эту цифру. Но для наших коллег оказалось, что мне прямо заявили, а нам дела до ЮНЕСКО нет. Вот мы так считаем и дело с концом. Поэтому, конечно, вдруг неожиданно для всех оказалось, что Дербент потерял свои 5000 лет, остался 2000 лет. Но меня пытались утешать, все равно он будет самый древнейший город в России, чего там особо вы переживаете. Но вы же должны понять, что я переживал, потому что это моя судьба и моя жизнь. Я вот уже 53 года занимаюсь исследованием Дербента, 25, почти 25 лет я копал его, я первый начал копать, мне такой Всевышний дал такое счастье, что я первый вот этот великий город начал копать. Мне Всевышний дал такое счастье, что я нашел то, чего никто не ожидал там увидеть, когда мои коллеги говорят, что там нечего копать, нечего искать. И вот когда после всех этих достижений, когда было все это признано, и вдруг говорят, нет, ему не 5000, а 2000 лет. Почему? А потому что там 3000 лет никто не жил. Неожиданно тема возраста Дербента вышла на самый верх политического Олимпа. Казалось бы, что там Южный город в некогда отсталой провинции России. Но последние 8 лет этот древний город на марше, юбилей, правда, 2000-летний, но все же мастер-планы, инвестиции, туризм, внимание, федеральная бизнес-структура, символ трех религий, символ древности, город-ворота, город-солнце, город-крепость. Крепость Наранкала только за майские праздники принимает столько туристов, сколько раньше, ну, к примеру, лет 10 назад, принимал весь Дагестан за год. Кстати, тогда и этим гордились, а сейчас думают, что с этим делать, как улучшать, углублять, расширять. Вот и визит Путина в город Дербент несказанно его возвысил, сделав символом российского туризма. Но Дербент это город и со своими ранами, город, который убивали и унижали после Советского Союза, как могли. Поделив на 4-5 частей, Дербент дербанили современные ханы, беки и баи республиканского масштаба. Истощая его силы и соки, ничего не давая взамен. И вот в 2015 году город омолодили. Так же неожиданно и негаданно. Случай мировой научной практики удивительный, беспрецедентный. 3000 лет куда-то исчезло. Тогда в Дагестанском научном центре подготовили справку, в которой сообщалось в Москву, что городу всего-то 2000 лет. Причем решение принималось и педалировалось не в федеральном центре или в Москве. Были ведь слухи, что, мол, сделано-то было, чтобы дать дорогу русскому городу Керчь, которому сейчас 2622 года. Но все это не подтвердилось. Город жил себе и с конца 70-х годов 20-го века все в республике и за ее пределами знали, что Дербенту 5000 лет. Виновником такого возраста стал ряд артефактов и Дербентская Мадонна, названная так с легкой руки журналиста центрального телевидения в Дагестане Декабря Бейбутова. Тогда же установили, что существует нижний слой под Дербентскими стенами, который и свидетельствует, что город обживался и 2700 лет, и 5000 лет назад. Но отдельные археологи начали объяснять, что 3000 лет потом якобы он пустовал, и ученые не находят артефакты. То есть произошел исторический провал, мол, пустовал Жалганский пригорок. А я говорю, что 2000 лет это неправильный возраст. Нельзя было 3000 лет выкидывать, они незаконно выкинули их. Потому что Дербент, ну я уже сказал, что вот крепость была, там были наконечники стрел, ну не будем брать, там наши наконечники с кифки стрел. Но сейчас говорят, ну они же неизвестны откуда. Ну да, с кифом ничего было делать, просто пострелять, как в тире, они поднимались на эту высоту, сжигали там стены, которые, значит, оборона была, да, там пожары мы зафиксировали очень сильные в это время. И постреляли, и уехали на Ближний Восток. Они это, действительно, они проходили на Ближний Восток. Это Геродот сообщает, что они пошли, и вот ассирийские шпионы на табличках написали, что примерно где-то в начале 7 века до нашей эры скифы появились на территории Ближнего Востока. То есть это все известные вещи, это все было известно, все было написано, что скифы прошли. Но говорят, нет, это не то, не те скифы прошли, и не те вообще были эти. Но там даже были наконечники, которые воткнулись с внешней стороны, да, и уж нельзя воткнуть с внешней стороны, если не стрелять в эту стену. С внешней стороны. Опять не то. Да, там что-то их трудно определить, мы считаем, что это трудно. Я определил, потому что десятки таких наконечников в Дагестане встречались, и крупнейшие специалисты по эпохе ранней бронзы, Пикуль, допустим, и Даудов Амар, писали, что это вот, да, это 7 век до нашей эры, а закавказские археологи считали, что это первое четверть первого тысячелетия до нашей эры, то есть примерно от тысячи до 750 лет до нашей эры. То есть вот эта сказка о том, что здесь никто не жил, она рушилась. И, конечно, особым, значит, подарком для нас было то, что мы нашли две женские керамические статуэтки, которые относятся к концу и неолита, к началу бронзового века. Почему такое внимание? Потому что они довольно широко были распространены в юго-восточной Европе, от Украины до Молдавии и Румынии, да. Они были широко распространены в Среднеазии, на раннеземледельских поселениях, то есть на поселениях, которым от пяти тысяч лет до трех тысяч лет. Они были широко распространены на Ближнем Востоке и Среднем Востоке. Больше всего они напоминают статуэтки Палестины, которые появились в пятом тысячелетии до нашей эры, то есть 7 тысяч лет назад. Но самое главное, что это были статуэтки, которые говорили о том, что древнеземледельские культуры, которые были развиты на Ближнем и Среднем Востоке, были характерны и для жителей Дербента. Вот эти женские статуэтки, это были родоначальницы, да, это было матеряхат, если кто не знает, когда женщины управляли обществом. Вот, и это было время, когда, значит, вот мать-родительница была самым главным человеком, потому что, ну, всё, значит, родство шло по женской линии, вот женщина была главным в доме, женщина, на неё ложилось большое количество всяких различных обязанностей, но самое главное, что вот это было зафиксировано вот этими статуэтками, которые ещё, в моём представлении, были богинями плодородия. Вообще, вот женщина, которая связана с земледелием, она не только для этих территорий, она почти везде является вот таким главным действующим лицом, и до появления монотеистических религий, она очень долго существовала, потом, до первых веков нашей эры. Идея двухтысячелетия Дербента обосновывается дагестанским археологом Муртузалии Сирожудиновичем Гаджиевым, а под справкой стоит подпись руководителя Дагестанского научного центра Хезри Амирханова, также археолога, специалиста по каменному веку, копавшему в Аравии. Сам Гаджиев копал в Дербенте, находясь в археологической экспедиции под руководством археолога Александра Абакаровича Кудрявцева, того самого, которому и принадлежит авторство прежнего возраста Дербента. А Гаджиев, ученик Кудрявцева, который до 2015 года или ещё раньше, также был уверен, что городу пять тысяч лет. Так вот, нужно было найти, ну как бы сказать, причину, по которой можно было у Дербента отнять 3000 лет. Её долго искали. Поначалу, когда давалась справка, два человека, которые здесь занимались, это был Хезри Амирханов, в то время он возглавлял ДНЦ, то есть Дагестанский научный центр РАН, Российской академии наук, и он сделал из рядового сотрудника себе, подвинул на высокий пост впервые за всю историю, своим заместителем взял Муртуза Гаджиева. Вот, по сути дела, это здесь готовили материалы для, по запросу главы республики Дагестан, и дали вот такую вот справку. Ну, там всё объясняло, что вот есть у нас там, скажем, Тарнаевское местонахождение каменных предметов, это руководство завода-сепаратор, который тогда, в то время, даже не входил в территорию Махачкалы. Вот мы же не говорим, что в Махачкале поэтому там 7000 лет или там 8000. А почему мы должны Дербенту это говорить? Да потому что, уважаемые мои телезрители, потому что это совершенно разные вещи. Можно строить туалет, и когда его раскапывают, найти эпохи бронзы, там какие-то предметы или каменного века. Но от этого туалет не станет великим сооружением, он останется туалетом. Он останется туалетом, и ничего не изменится. Дербент же это город, который поднялся в год. Как все города, кстати, большинство городов и на Ближнем, и в Среднем Востоке, и в других регионах, они появляются как поселения. Как поселения, потом они развиваются, на них появляется крепость-убежище, так называемый. И потом уже он превращается в какой-то политический, военно-политический, экономический, торговый, религиозный центр. Становится городом в полном смысле этого слова. Это путь всех городов. Почему Дербенту в этом отказано, мне совсем непонятно. Но существует еще один возраст Дербента. В моих архивах есть краткий путеводитель по Дагестану за 1985 год, где сказано, что Дербенту свыше 2700 лет. Дата, как я понимаю, с которой никто тогда не спорил. Ровно 40 лет спустя, в 2015 году установили рощеркомпера, 2000 лет. И тут непонятно, куда делись 700 лет. Срок для любого российского города солидный. Но в случае с Дербентом поступили, мягко говоря, вольно, вольготно и где-то даже абсурдно. Обычно округляют в таких случаях с плюсом. А тут, прямо скажем, обрезание какое-то сделали инквизиторское. Никто не объяснял, что происходит. Все решалось в тиши кабинетов. Народу не обязательно было знать, что было, что есть и что будет. С Дербента можно было поступать как угодно. Унижали-то его, не оглядываясь на горожан. Как бы походя, как будто так и надо. Никто не возмущался. Тогда подсунули президенту и указы о 2000-летии. А все, кто высказывал иное мнение, подвергались буллингу и троллингу. Дата 2000 лет как раз угождала нашим южным соседям. Они еще в советских времен, в своих радужных снах, видели Дербент своим городом. Казалось бы, это непонятное явление очень просто объясняется. Просто кому-то очень не хотелось, чтобы Дербент имел 5000 лет своей истории. 5000 лет мы, вот я же говорю, двигались потихоньку. Когда дошли до 2700, еще несколько лет, лет 10-12 мы еще копали в Дербенте, пока не появилось вот этот большой материал по поселению, которое возникло более 5000 лет назад. Почему я говорю, это очень важно, потому что, значит, мы и раньше встречали какие-то фрагменты, керамики, другие предметы, которые говорили, что древней Дербент. Но вы знаете, там было такое немножко предвзятое мнение к нему, что пока не были, как говорится, железные аргументы, пытаться доказать, что Дербенту 5000 лет было невозможно. И поэтому мы пока как бы говорили о 2700, для которых были очень хорошие материалы. И копали, продолжали копать и продолжали верить, что мы найдем что-то серьезное. И мы нашли это серьезное. Мы нашли и дома тех жителей, которые, кора-аракская культура называется, круглоплановые дома, мы нашли зернохранилища, мы нашли керамику, которая очень четко датировала это время. Мы даже нашли модель глиняного колеса, которая говорила о развитии, значит, колесного транспорта в этот период. А самое главное, это был очень хороший показатель, как раз вот в это время, в позднем и неолите, и в раннем железном веке, то есть примерно четвертое тысячелетие до нашей эры, третье тысячелетие до нашей эры, вот такой транспорт уже, видимо, существовал. А эта модель колеса показывала, что жители уже знали, что это такое. Но вот в Дербент прибывает Владимир Путин, национальный лидер, верховный главнокомандующий и президент России, страны, в которую вошли ислам, христианство и иудаизм, через эти Дербентские ворота. Упоминает возраст города и время начала раскопок, 1971 год. Как же так? Значит, Дербент не просто туристический символ, но и духовный, религиозный оплотный символ страны. А с ним так несправедливо и неуважительно поступили. Не случайно Путин посещает священный праздник Курбан-Байрам, главную историческую и самую древнюю мечеть России. Джума, мечеть Дербента, получает дар Корана и прижимает его к сердцу. В то время как в цивилизованной, в кавычках, Европе сжигают Коран в главный праздник мусульман. Сложно не угадать во всем этом символизме и некий месседж всему миру, а не только России. Страна возрождается и прирастает свою духовностью. Определяется со своими ценностями. Красные линии очерчены. Враг не пройдет, а сатана вам явный враг. И Дагестан здесь играет важную, если не главенствующую роль. В связи с этим коллеги из федеральных СМИ и эксперты вспоминают 1999 год. Год, в который Путин впервые посещает республику в должности премьер-министра. Посещает в грозовой этап новейшей истории, когда всему Дагестану, а значит и России, грозили бандиты, прикрывающиеся святым исламом. Путин выступает перед ополчением и дает знак. Мы начинаем возрождаться из пепла 90-х. Бросаем вызов международным силам зла. В авангарде этого эшелона, противостоящего сатанизму и неверию, стоит Дагестан и его сыны и дочери. Пафосно получилось, конечно, но это правда. Так оно и есть. Теперь, когда маршруты построены, ценности определены, святыни известны, следует причастить к этой правде и познакомить с местом силы всех россиян. А это уже епархия туризма. Что там с туризмом? Перед Путиным держит ответ не только Меликов, глава республики, и Керимов, основной инвестор древнего города, но и министр туризма Мирданов, глава Дербента Пир Магомедов и архитектор города Магомедов. У Путина завязывается диалог о возрасте с архитектором города и о монетах, то ли в шутку, то ли всерьез, с Сулейманом Керимовым. Есть монеты, которым более 5000 лет поддерживают разговор с Путиным сенатор. Где? Будут. Но туризму в Дербенте нужна логистика, аэропорты, верфи, морские причалы, теплоходы, тримараны, морские, железнодорожные, воздушные и автомобильные пути для последних объездные. Без этого вечная, как Рим, автомобильная пробка обеспечена. А это нервы и плохой осадок от туризма. Нельзя так. Поэтому нужно беспокоиться о том, чтобы легко и просто добраться до святого и древнего. Что касается инвестиций, инфраструктуру Дербента, их адресность нужно также корректировать у городского актива Station Дербента. Давать слово всем, кто может и хочет говорить, как нам обустроить любимый и древний город. Министр туризма Амин Мирданом пояснил, что до конца 2023 года предполагается завершение мастер-плана и проекта планировки территории особой экономической зоны всероссийский Каспийский прибрежный кластер в 30 километрах от Дербента и на более 200 гектарах. Проект, который был создан в 2011 году, однако с тех пор застыл. Эти работы проводит АО «Кавказа РФ» совместно с ООО «Городостроительный институт Миропроект». Дальше, после соответствующих процедур, будут определены инвесторы. Таким образом, до конца 2026 года на побережье Каспии в лучшем по логистике дагестанском отрезке появятся три масштабных точки притяжения туризма. Так Дагестан станет регионом номер один по туризму не только в СКФО, но догонит и перегонит в скором времени традиционных лидеров Сочи и черноморские курорты. А Дербент уже сейчас по самым строгим или скромным подсчетам принимает под 1 миллион туристов в год, что является беспрецедентным в истории туризма России, так как этот вечный город добавляет счет по геометрической прогрессии. Если к этому добавить возраст, а Дербент вернул себе 3000 лет к своим летам, то самый южный город России еще и самый древний. Вот такие рекорды, которые не могут не восхищать даже самых заядлых скептиков. На неделе еще одна федеральная новость вокруг древнего города. Путин принимает в Кремле девочку, которая расстроилась из-за того, что не смогла увидеть вблизи президента России, когда тот приехал в Дербент. Раисада Акипова вместе с родителями пообщалась с Владимиром Владимировичем. Девочка усела с кресла на рабочем месте главы государства и по вертушке поприветствовала премьер-министра и министра финансов России. В результате плюс 5 миллиардов рублей к инфраструктуре Дербента. Вначале нужно вернуть городу достоинства, потом инвестиции. Все правильно. Деньги в городе идут большие. Общественные советы должны знать, куда расходуются каждая копейка и насколько все это целесообразно и приоритетно. Нужна ли та или иная локация городу? Какова актуальность, необходимость этого объекта сейчас? Что важнее? Все это нужно обсуждать с людьми, особенно с теми, кто много лет живет в городе и знает, что, где и как. Что касается возраста, у меня на руках копия выписки из протокола заседания сектора Скифа-Сарматской археологии, Института археологии Академии наук СССР от 7 февраля 1979 года. И вот такое решение. На основании доложенного Кудрявцевым материала сектор Скифа-Сарматской археологии, Института археологии Академии наук СССР пришел к заключению, что укрепленное поселение с каменными стенами возвышенной части Дербента возникает в ранне-скифское время. Оно существовало на этом месте непрерывно до ранне-сосанитского времени. Все разговоры о некоем временном провале и пустоше на этом месте, согласно этому документу, являются измышлениями некоторых современных ученых и к науке не имеют никакого отношения. В 79 году прошлого века маститым ученым Советского Союза все было ясно. А тогда изучали артефакты с дотошностью. Что произошло в 2015 году? Какие факторы вмешались? Пусть останется на совести тех, кто стоял за этой спецоперацией под названием «Омоложение древнего города». Всегда говорил, что Дербент – это магический город. Подтверждается. Ну, тянет к нему всех с древних времен. Здесь хотят получить благословение и новые силы, определить новый поворот, новый вектор, осмыслить новые задачи, получить заряд на продолжение пути. Это Дербент. Как сказали грузины, у Дербента есть один недостаток. Какой – напишите в комментариях свою версию. И, конечно, оставайтесь дербентцами, то есть людьми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!